Дорогие друзья, мы находимся на месте щелкановской свалки, бывшей щелкановской свалки, которую ликвидировали в результате протестов местных жителей. Здесь люди стояли просто насмерть, невзирая на столкновения с полицией, невзирая на суточные аресты, невзирая на огромные штрафы. Вот они просто уперлись, и тот негодяй, который был конечным бенефициаром данной свалки, а здесь планировали сделать сортировочный комплекс отходов, якобы, но на самом деле здесь планировали просто тупо хоронить. Вот чуть-чуть подальше все было застелено такими, таком пластиковым большим как бы пешком гигантским на несколько гектаров. Вот этот мешок должен был держать помойку, которую сюда довозили бы со всей Москвы. Вот, соответственно, отходы тогда уже начали попадать через систему карьеров в реку Гряду, соответственно, а потом уже в русское водохранилище, из которого, ну, собственно говоря, и питается водою наша прекрасная столица. Следы свалочных отходов мы находили в районе даже Рублевской фильтровальной станции. Поэтому благодаря, спасибо жителям Блоколамска, жителям Рузы, ну, и чуть-чуть нам, Сергеем Богатовым. А у вас еще и была девушка какая-то, Наташа, да? Да, и ей тоже огромное спасибо. Она тут бегала. Вот, короче, коллективным протестом мы все-таки добились того, что данная свалка закрыта. Поэтому, когда говорят, что ничего не добьетесь и борьба бесполезна, вот вам живой пример, когда не только борьба не бесполезна, но даже плюс ко всему вот этот гражданин Неверов, следы деятельности которого тянутся в администрацию Московской области и дальше уже на федеральный уровень, даже он со всей своей административной и коррупционной мощью ничто не смог сделать с народным протестом. И народный протест победил, поэтому надо биться и не сдаваться. А где стоял народ здесь? Вот если вы посмотрите, от машины и вот до дороги стояла в два ряда цепь людей, взявшись за руки.